Приднестровские города в советских фильмах. Максим Кириязов внимательно присмотрелся к старым кинолентам и сейчас нам расскажет и покажет, насколько изменились те дома и улочки, по которым мы, в принципе, ходим, где мы живем и все прочее. Привет, Максим. Привет, привет. Мы ждем премьеру фильма «Крецл» уже в двух городах, в Террасполе и Бендерах, по полной проходили киносъемки. И брутальная драма с философским подтекстом очень скоро появится на экранах России. В том числе фильм дойдет и до нас. Но это не наша тема, наша тема архива. Да, мы ныряем пока что в начало 80-х. Первую часть фильма «Вам Телеграма» мы когда-то обсуждали в нашей рубрике и теперь кадры, которых у нас еще не было, но они тоже заслуживают внимания. В чем концепция фильма «Вам Телеграма»? Действие происходит в неназванном городе, роль которого играют и Террасполь, и Бендеры. И Татьяна Догилева, которая никак не может разобраться в своей личной жизни, гуляет по нашим любимым городам. Это Бендеры, это школа гимнастики. Раньше там, говорят, была синагога, совсем неподалеку теоретический лицей. А это нынешний Бендерский центр гигиены и эпидемиологии. Это рядом с парком Горького? Это не рядом с парком Горького, это рядом с площадью освобождения. Бывшая гостиница в фильме, она как раз-таки играет роль почты. И специально поднимались наверх рабочие и монтировали вывеску. То есть почта, телеграф. Это все было только для фильма, только для съемок. И на протяжении нескольких дней жители города, гуляя по центру, удивлялись и говорили, ну почта-то у нас в другом месте. Это зима такая теплая или осень такая холодная? Это зима накануне Нового года. Икарус едет по набережной возле ЗАГСа. Интересно, что никогда общественный транспорт по этой дороге в Бендерах не ездил и не ездит до сих пор. Но создатели фильма это не особенно, как мы видим. Художественный вымысел. Останавливается. Художественный вымысел. Если они смогли соединить Бендеры и Тирасполь, то почему же не пустить автобусы? Ёлки, друзья мои, смотрите. Возможно, в Советском Союзе было у кого-то желание объединить Тирасполь и Бендеры? В дом с цепями. Я думаю, все вы, если бываете в Бендерах, знаете этот дом с цепями. Раньше там был центр речного пароходства, сейчас центр занятости. Там встают на учет безработные малярышки. Ой, а я помню вот эти ограждения. Они на балке стояли прям до последнего. И не только на балке, но еще и в центре. Интересно, что дамы гуляют по центру Бендер, а мужчина одной из них, героини Татьяны Догилевой, у них, кстати, даже общий сын есть, ходит по центру Тирасполь. Но здесь это все причудливо переплетается, и мы находимся в неназванном, самое главное, едином городе. Татьяна Догилева очень любит вспоминать съемки этого фильма. Для нее эта роль была во многом знаковой. Она перешла в амплуа лирической метущейся героини. Ну и после этого, не менее чем в пяти фильмах, вот в этом самом амплуа снова выступила. Посмотрите, где находится автобус. Он находится на Бендерской набережной у якоря, неподалеку речной вокзал. Никогда автобус там не ездил. Теперь же из окна мы видим набережную, видим Днестр. Внезапно попадаем в Тирасполь. Это все напоминает один и тот же маршрут автобуса. И вспоминаем, какими в то время были киоски «Союз печати», где купить можно было газеты, бижутерию и различные памятные побрякушки. Это знаменитая баржа, которая на протяжении 20 лет курсировала в районе Бендерского речного порта. Это прям космический корабль, нет? Да, посмотрите, какой раньше судноходной была река Днестр. Вчера в выпуске новостей. Как Днепр практически, смотри. Максим был в речном порту и, наверное, видел эту баржу. Да, героическими усилиями вчера наконец-то запустили буксир-тягач, который будет толкать эту баржу. Сейчас он один на Бендера и на Тирасполь. Ну а что было тогда, вот мы видим, какой богатой и судноходной была река. А это уже для знатоков. Фильм снимался в Бендерах и в Тирасполе. И это пивное заведение, питейное, точно было в каком-то из этих городов. Но что это именно за заведение, где героиня Догилева пьет пиво и буйно куражится, я определить не смог. Надо призвать экспертов в этом вопросе. Да, те, кто отдыхал в начале 80-х, если узнаете заведение, сообщите нам. Нам очень хочется это узнать. Парк имени Горького, центр Бендера. Именно там снимались сцены празднования Нового года, фейерверки. А там ёлка раньше стояла? Там стояла, да, ёлка в центре, на месте бывшего памятника Иосифу Виссарионовичу. Потом эту ёлку убрали. Но вот эта ёлка, она находится в другом месте, ближе к входу, со стороны микрорайона Ленинский. Там, где потом ещё стояли аттракционы. Ну и ностальгирую... А колесо обозрения, которое на выезде из Бендера? Нет, это колесо обозрения стояло на городской набережной. Но его убрали в 2001 году, а колесо вот на выезде, оно стоит до сих пор. Переходим к лирическому фильму под названием «Всё начинается с дороги». Он тоже снимался в Бендерах, только на 20 с лишним лет раньше, чем фильм «Вам телеграмма». Мы видим, как поезд прибывает на железнодорожный вокзал Бендера-1. Несколько раз приходилось поезд прогнать туда-обратно, туда-обратно. И я нашёл воспоминания о тех съёмках, актёры рассказывают, было очень холодно. Но вот этого юношу в очках с коротким взором, я думаю, вы узнали. Это Шурик. И именно на этом фильме Александр Демьяненко в этом фильме впервые примерил на себя амплуа такого застенчивого, мечтательного очкарика. Мало кто знает, но изначально Шуриком в фильме «Гайдай» должен был быть наш любимый Евгений Ваганович Петросян. Он даже проходил пробы, но потом Гайдай посмотрел на него и сказал «нет». Слишком весело живём. Да, весело живём. И зеркало какое-то кривое, да? Да, Петросян отправился рассказывать про шпингалеты из Нижнего Тагила. А Демьяненко, собственно, стал Шуриком и взял даже рубашку и очки, которые были в Бендере. Я помню эти автобусы, Максим. Пионеры там едут, конечно же, это именно они. Это шедевр советского арт-хауса, ранее утерянный фильм, называется «Никушор из племени трудновоспитуемых». Ой, это наш мост, терраспольский. Кино снималось в Бендерах и в Тирасполе в 1974 году. Недавно я пообщался с актёром Андреем Тинетой, сейчас ему почти 60, а тогда он был таким мечтательным юношей. И вот он гуляет по Бендерской набережной. Рядом стоит Стелла в память. Стелла, я думаю, все знают, которая находится здесь, но почему-то в кадр она не попала, зато люди гуляют по асфальту. Асфальт, кстати, с тех пор, по-моему, на этом месте не меняли, сейчас он немножко потрескался. Пионер ворует табличку с надписью «По газону не ходите», и по фильму это как раз его протест против навязанной окружающей действительности. А вот эта гостиница при Тине, она до сих пор там, но это место вы не узнаете из-за ёлок, всё сейчас бульное заросло, а тогда почти 50 лет назад выглядело по-другому. Никушор садится в такси с гигантским чёрным псом и уезжает. Фильм можно найти в интернете, у него сложная судьба, его сняли и собирались прокатить по Союзу, но не получилось. Ты рекомендуешь его посмотреть? Интересное кино, я вот не видела. Его можно найти в интернете, но оно находится снова Тираспольский мост. Да, да, я вижу и мост, и несколько. Оно находится на Ютубе, ещё на нескольких сайтах, но в плохом качестве, переснято с экрана, то есть такая классическая экранка. Я думаю, вы помните фильмы 2005 года, которые показывали в кинотеатрах, а потом попадали к нам в такой вот пиратской версии, когда люди встают и ходят по залу, а мы всё это наблюдаем. Так вот, точно такая же копия фильма «Никушор из племени трудновоспитуемых» есть в интернете, но атмосферу того времени она передаёт, поэтому найдите, посмотрите и впечатлите. Максим, спасибо тебе огромное за такие находки. Прекрасно, мы прониклись в атмосферу этого времени, кто-то увидел автобус, знакомый, кто-то знакомое ограждение, в общем, такая машина времени. Знакомую пивную, если увидят, то да, очень помогут нашему миру. Сейчас без слёз, конечно, не взглянешь, но, друзья, школьные каникулы продолжаются до 15 ноября, как раз есть время для того, чтобы подтянуть кому-то тематику, кто русский, литературу, почитать, чтение тоже надо подтянуть. Но вот для тех, кто ещё пока не ходит в школу, мамина школа подготовила советы о том, как с помощью игры подготовить ребёнка к школе. Субтитры подогнал «Симон»